Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли, тили-ли-ли-ли Добрый день, друзья! Сегодня я немножко расскажу, что нас ждёт в апреле-майе. Сегодня я поставила три обучающие программы на май. Я начну с конца. Первая из них называется «Эмоции», вторая — «Ощущения», и третья — то, как мы будем управлять реальностью. Три программы. Так вот, казалось бы, эмоции простая программа, но нет, она будет идти достаточно глубинной. Мы покажем вообще, какую роль имеют эмоции в психике, как они сказываются на формировании реальности, подведем к тому, как ими управлять, как с ними работать и так далее. Мы рассмотрим одно крыло. Потом мы рассмотрим на следующем курсе ощущения. То же самое, мы привяжемся к физическому телу. Это два крыла, без которых далеко не улетишь, если ты все-таки хочешь управлять своей жизнью сам. Своей жизнью. Просто знать, чего ты хочешь, и добиваться, и получать то, что ты хочешь. Казалось бы, так это и так известно. Я и так это все делаю. Так вот, нет, дорогие мои. Как только вы говорите, ой, у меня там это не получилось, там вот Петрович виноват, там государство закон приняло, там еще что-то, там еще что-то. У вас появляется объективная реальность, и когда у вас есть объективная реальность, все, вы уже не управляете ею. Так вот, когда мы говорим о создании реальности, это одна тема. А другая тема, что в этой созданной реальности будут персонажи, которые оживают и становятся богами. Что делать с ними? Это все очень сильно напоминает шахматную партию. Шахматную партию, где каждая фигура наделена какими-то ограничениями. И надо знать, как она ходит, и каким образом ведется шахматная партия. Вот это все будет на курсе управления. Или как он там называется? Я к названиям обычно не привязываюсь. Это управление беру на себя курс, да? На себя-то мы управление берем, но надо знать, как работать с богами. Привычный расклад. Манипулируем. Он делает то, что я хочу. Не работает. Посмотрите все техники, все психотехники по манипуляциям. Вы за них платите своим здоровьем. Потому что вы играете в игру «я управляющий», но при этом «я в объективной реальности». А там слив ресурса, и все. Вы попали, дорогие мои. Поэтому все психотехники, которые даются вам под предлогом «я манипулирую», «я управляю», «я там это», «я там это», «я там это», вот это эго качает, программа «Ума барабанит». И вы на самом деле ни в какие шахматы не играете. А просто валите по своему кармическому сценарию, то, что называется судьбой. И все, что предусмотрено в жизни уже сценарием. Хотите это поменять, развивайтесь. А для этого надо все-таки вернуться в себя настоящего, искреннего, открытого. А это надо как-то сделать. Из чего-то надо начинать. Вот инфодаймс на самом деле про это. Про возвращение к себе настоящему. Путь домой. Путь к себе. Вспоминание Бога. Создателя в себе. Бога даже слово это не подходит. Создателя. Мы создаем все абсолютно. Вопрос. Это все наш сон. Вопрос. Мы создаем это автоматически, как роботы-автоматы, по тому сценарию, который уже написан. Или мы все-таки берем этот сценарий, откладываем в сторону и создаем свою жизнь сами. Так вот, когда мы хотим ее создавать сами, все, что касается декораций, пожалуйста, пытайся, играйся. А что-то получится. Где-то позволишь себе, где-то не позволишь. Прекрасно. Но как только в декорациях появляется персонаж, с ним надо что-то делать. А с ним уже работают не как с декорациями. Так вот, чтобы перейти к курсу управления «Беру на себя», обязательно надо будет разложить эмоции и ощущения. Без этих программ вообще подходить невозможно, потому что мы подходим из реальности, из физического тела. Но это одно крыло птицы. Нам надо второе крыло птицы под названием подсознание. И те, кто с нами уже идет не один год, или кто-то последние курсы проходил, у них хотя бы есть представление о сложности этой темы. Те, кто с нами не шел, и те, кто хотят присоединиться к инфодайнгу и путают инфодайнг с гипнозом или с другой психотехнической базой, тем, конечно, сложнее. И для вас, если вы все-таки хотите в инфодайнг войти и хоть что-то соображать, будет хороший тренинг. Он продвинутый, он сложный. Но, во всяком случае, это такое окунание с головой в подсознание. Этот курс пройдет в записи. Он называется «Зазеркалье». Он будет на следующей неделе в записи, либо же его можно будет потом найти в списке просто курсов продаваемых, скачать и смотреть самому. В записи он будет транслироваться на следующей неделе, и можно будет задать вопросы в чате, и на вопросы с чата мы ответим. То есть будет какая-то обратная связь. Так вот, вот этот вот курс, он тоже идет как желательный для того, чтобы прийти к курсу управления «Беру на себя». Казалось бы, там маленький курс, два дня, а столько подготовки к нему. А что вы хотите? Если вы привыкли жить, и вас никто не учил, даже не пытался вам вложить в голову, что нет никакой объективной реальности. А вам надо исходить в работе именно с этой точки. Потому что как только у вас появилась объективная реальность, вы уже ничем не управляете. Вы максимум можете чего-то желать и чего-то очень сильно пыжиться, добиваясь. Но это не про управление. Вопросы подготовки будут лежать на вас. Вы сами себе позволяете, либо не позволяете, приобретать тот или иной курс, ту или иную программу. У участников, кто с нами идет в ногу, все курсы остаются в записи, в кабинете. Они потом могут дотренировывать все сами. Те, кто не идут в ногу, не все курсы остаются в открытом доступе. Курс управления, скорее всего, не останется в открытом доступе. Он останется только у тех, кто на нем занимался. Но курсы эмоций и ощущений, их имеет смысл оставить для того, чтобы люди могли тренироваться и все-таки осознавать, насколько они играют неосознанно в игры под названием «Те или иные сюжеты в жизни». И оно так случилось. Мы же не определяем погоду, природу и так далее. Это все не по нашей воле. Мы же лишь соломинка, плывущая по реке судьбы и так далее. Любую чушь великосветскую, которую вы постоянно слышите от друзей, знакомых в СМИ и так далее, которая выносит вашу ответственность из вас абсолютно за любое событие, хотя бы начнете тренировать свои реакции на объективную реальность. А ведь надо будет в конце свернуть эту объективную реальность. Это очень большой трансформационный путь. Очень большой. Если хотите проделать его с нами, пожалуйста, в добрый час подключайтесь. Идем дальше нога в ногу. И я бы еще хотела рассказать. В апреле нас ждет очень интересная штука. Мы начнем вести свой клуб. Этот клуб называется «Хочу в инфодайинг». Не в апреле, а в начале мая. Как он? Четвертого, пятого мая будет. Посмотрите по расписанию. Что это за клуб? И в чем его задумка? В чем идея? Мы хотели вести живую работу. То есть в свое время мы хотели открыть центр, где можно было бы заниматься инфодайингом. И где можно было бы работать с аутизмом, с заболеваниями и так далее. Но это мог быть и будет в дальнейшем очень большой проект. Это не может быть проект в виде комнатушки, где кто-то тусит, занимается, кушает печеньки, запивает чаем и раздувает эго. Какой он крутой специалист. Нет, это не этот формат. Это формат ближе к санаторному, ближе к медицинскому, ближе, ближе, ближе. Но это все впереди. На сегодняшний день нам хотелось бы показать особенности перехода из состояния гипноза в состояние сомнамбулизма. То есть сама фишка, сама вишенка на торте, сам момент перехода. То, чего до нас не смогли сделать другие люди. Дело в том, что в этот момент есть определенные физиологические реакции у тела человека. И мы эти реакции начали записывать и систематизировать. То есть есть ключи, за которые, зацепившись сознанием, проще переходить в состояние инфодайвинга. Человек, когда идет сам, когда мы, например, ведем в погружение, он эти ключи, как правило, пропускает. Но даже в гипнозе есть великолепная таблица каткова. А вот аналог есть и в инфодайвинге. Но он никогда не транслировался, никогда не озвучивался и никому не показывался. Он приготовлен для патентования, для науки. То есть это не выдавалось в прямой эфир. Но, коль уж так развиваются события, что очень тяжело все входит в наш окружающий мир, то мы бы хотели просто в прямом эфире, на отдельных людях, показывать. Вот сам переход. Вот этот человек переходил сам. Обратите внимание. Возможно, для кого-то это будет неинтересно. Поэтому это не открытый формат. Неинтересно, потому что, ну, подумаешь, вот человек сидит, вон он, вырубилось у него сознание, вот что-то там у него в голове происходит. Но те люди, кто занимается, у тех будет возможность точно так же грузиться параллельно, во-первых, настраиваясь на этого человека, во-вторых, проживая опыт самому, и находить вот эти ключи реакции. Тогда вы сможете найти, где вы сами себя обманываете, где вы не доходите, где вы заваливаетесь в фантазию. Потому что очень часто человек заваливается в фантазию. И почему вы засыпаете, не можете проснуться, а когда просыпаетесь, вам кажется, что все уже потеряно, вы вскочили, побежали, ай-яй-яй, буду заново переслушивать запись. Вот много вещей, которые делаются ложные, ненужные и мешают работе, выключая вот сам переход, переход сложный. Это переход к просыпанию из состояния глубокого сна, но при этом в этом сне не разорван рапорт. То есть вы продолжаете находиться в этой реальности, вы не выключились, но при этом вы уже зашли в зазеркалье. Этим объясняются фантастические информационные результаты, которые есть в инфоданге, которые не могут протранслировать в другое направление, ни одно. То есть если там и бывают попадания, то редкие, когда вот так у человека получилось перескочить, и тут же сбежать обратно. Мы не предлагаем бежать обратно, мы предлагаем в этих состояниях работать с людьми. И смотрите, какой кайф получается. И людям хорошо, и ваше здоровье восстанавливается, потому что состояние подсознания, ресурсы неограниченные. И вы после этих вот работ в инфоданге выходите крепкими, здоровыми, отдохнувшими и так далее. Как будто вы выспались, а на самом деле вы не спали, вы вели работу с человеком или с собой. То есть, и почему здесь обязательно нужна пара? Почему одного не получится никогда выйти в эти состояния? И из каких состояний в принципе возможен переход? Потому что, знаете, гипноз и инфоданг напоминают вот две башни-близнеца, очень-очень много этажей, но есть только один тонкий коридор, который связывает эти состояния. И вот этот коридор хрен знает на каком этаже находится и как понять, что ты добрался именно до этого коридора, а не вышел в окно. Вот это все мы будем объяснять и показывать на клубе, на живых людях. И таким образом у некоторых персонажей, желающих наших учеников, либо просто клиентов, появится возможность оказаться у нас в студии для того, чтобы с нами работать. У нас два варианта. Студия на сегодняшний день и вот этот вариант, и в Минске вариант. Где мы будем работать, мы решим сами, но мы будем это дело в клубном формате показывать, рассказывать и объяснять. Скорее всего, это будет по пятницам, возможно, не каждую пятницу, потому что все-таки идет лето, иногда мы будем уезжать. Но это будет возможность оставить в записи наши наработки по тренировке людей и, опять-таки, возможность показать, что абсолютно любого человека можно натренировать, чтобы он вошел в состояние инфодайинга и давал объективную информацию. Нет человека, которого невозможно натренировать. Вот это я могу вам сказать на 100%. Вопрос, сколько ты времени на него потратишь? Если он травматик, это может быть очень быстро, но потом будет рвать голову. И придется с человеком очень много работать, либо же ты будешь пожинать плоды его улетевшей кукушки. Либо же ты можешь вложиться в человека, крепко стоящего на ногах, и посвятить какое-то время натренировать его и иметь очень хороший тандем для взаимной выгодной работы. Либо же, либо же, либо же. И тренировать всегда надо пару. Два человека надо подбирать, которые будут идти. Но мы пока будем, и оба должны уметь в отдельности переходить в эти состояния легко. То есть оба должны быть натренированы. Поэтому мы сейчас пару предоставляем людям возможность самим собрать, кому с кем комфортно работать. А вот перевести в состояние мы будем показывать на клубе. Ну и дальше сможете тренироваться по курсам. По сути дела, надо будет пройти всю психику. То есть мы очень много оставили в записи, повторять мы этого не будем. И очень много оставили в книгах. Вы можете прочесть. Но если вы прочитываете без параллельного погружения и работы с курсами, то вы теряете состояние и кормите свой ум. И потом вам тяжелее будет утихомиривать ум и сложнее работать со своим эго. Потому что будет много пустоты. Но это побочные эффекты. Вы сами выбираете, как вам двигаться. То есть это ваша жизнь, ваша реальность. Вы там ее как-то пытаетесь собрать. Вы как-то пытаетесь проснуться. Наше дело показать, как это можно сделать. И если у вас есть желание, тогда подключайтесь на клубы. Они начнутся с мая. Будем вести их мы вдвоем. Как всегда. Наталья Зайцева, Ирина Астапук. Мы всегда работаем вдвоем. И все делаем вдвоем. Абсолютно все. Если вы где-то будете сомневаться, напишите, спросите. Мы все расскажем. И еще будут ролики, еще будут рассказы. Вот этот клуб будет называться «Хочу инфодайинг». Я уже листала, потому что я на названиях вот здесь сейчас не заморачиваюсь. Еще нас ждут 2 мая «Работа с клиентом. Меняем стереотипы». Это такой небольшой курс, где мы выдадим полностью основы работы с клиентами. Они будут полезны для психологов, психотерапевтов, инфодайверов, эзотериков, кому угодно. Просто на сегодняшний день те стереотипы работы с клиентами, которые существуют, которые созданы за счет манипулятивных техник и придуманы как правильные, считаются нормой. Клиентам к вам приходят, исходя из этой нормы. Они на самом деле абсолютно неприемлемы с точки зрения результативности работы у клиента. То есть это заведомый обман клиента. Это мошенничество. Давайте назвать вещи своими именами. Если вы хотите все-таки, чтобы после вас человек имел результат и потом сказал вам спасибо, я пришел к вам, да, мне было больно, но я имею результат, и у меня там получилось это, это, это. Моя жизнь изменилась коренным образом. У меня там наладились отношения, там восстановилось здоровье. И этот человек со временем выходит в благодарность к вам и завершается ваше взаимодействие благодарностью. Тогда перестаньте разводить людей, тогда давайте изменим шаблоны работы. Но надо осознать, что из привычных шаблонов работает, а что не работает. Вот об этом будет курс «Работа с клиентом». Он будет достаточно такой, ну, немножко отличный от привычного формата в инфодайинге, но он будет полезный. Кроме того, нас ждет большой курс с 25 по 27 апреля. Он называется «Вторичные выгоды. Путешествия по всей психике». Тема вторичных выгод в психологии огромна. И вы понимаете, что абсолютно под каждым событием, абсолютно под каждой болезнью, абсолютно под каждой ситуацией лежит вторичная выгода. Первичная выгода проговаривается, человек говорит об этом вслух, а вторичная выгода всегда завуалирована. Это то, как это видится в подсознании и зачем это человек проживает. Очень часто вторичная выгода тупо привязана к предназначению. А предназначение мы уже разбирали. Одна фраза. Одна фраза, запустившая целую жизнь. Одна грань познания любви. Одна. И если мы заходим со вторичных выгод и рассматриваем психику под этой призмой, то вдруг оказывается, что вторичные выгоды записаны фактически во всех отделах психики. Во всех. И если мы хотим просто удалить где-то информацию, то удалил в одном месте, она с другого восстанавливается, подкачивается и восстанавливается. И фактически работа со вторичными выгодами превращается в работу с автопилотом. Наша задача – разбудить пилота и выключить автопилот. Для того, чтобы он взял штурвал управления своей жизнью на себя. Вот это задача курса вторичной выгоды. Курс достаточно сложный. Ребята, для того, чтобы на него попасть, опять-таки потребуется курс «Зазеркали», который будет транслироваться в записи. Мы его не просто так поставили, как предподготовку, потому что понимаем, что человек, который не пройдет этот курс и придет на эти программы, он будет… Ну, половину информации для него будет шиза, которая вообще непонятно откуда взялась. Вот просто. Реальности не стыкуются. Для этого надо все-таки побыть в подсознании, понять, как это работает, пропустить это через себя, опять-таки собрать определенные моменты в целостность, в своей психике. А это все курс «Зазеркали», который в записи, который подробный. Он один у нас такой в подробной записи. Больше все остальное было… Более уже выжимки шли. А это один такой глубокий подробный курс. Поэтому все-таки он здесь тоже понадобится. И еще у нас будет 24 апреля практикум «Перезачатие». Это практикум. Это не обучающий курс. Но это уже не коллективное погружение. То есть чем отличается практикум от коллективных погружений и от курсов? Тем, что будет объясняться материал подробно. Это где-то час. Практикум обычно длится два часа. Час объясняется материал подробно. И час мы ведем человека, и он работает сам с собой. Мы немного помогаем в групповой работе по удалению информации. По удалению. Все остальное вы делаете сами. И поэтому на практикумы, когда приходят люди нетренированные, которым тяжело перейти в состояние инфодайинга или которые уходят в фантазии и так далее, у них результативность практически нулевая, либо совсем незначительная. Но это все равно шаг к просыпанию. Но у них остаются видеозаписи, они могут тренироваться. И дотренировать до того, что у них получится перейти и получится сделать. Но это займет время. С первого раза... Ну, блин, я не верю, что у новичка с первого раза получится у самого все. Никогда не верю. Но если новичок берется за дело и тренируется... Знаете, это как положить перед ребенком букварь и сказать «пиши». А он букв не знает. Так вот, ребенок освоит алфавит и напишет. Но на это надо время. Вот и здесь. На это надо время, потому что с первого раза это сложно. Человек... Мы привыкли. Мы привыкли проваливаться в глубокий сон. Вы уходите в ночь, и вы засыпаете. Вы не помните вот эту фазу глубокого сна. Все люди ее не помнят. Это в автомате происходит. Но именно в автомате любой врач вам скажет. Именно в этой глубокой фазе очень активно работает мозг. Очень активно работает подсознание. Оно что-то делает, но человек этого не помнит. А нам надо сохранить сознание вот в этой фазе и перейти проснуться. И поэтому это достигается путем тренировок. И потом и в ночное время вы в этой фазе будете перезакладывать информацию себе на день. Но это уже осознанные моменты. Когда четко вы себя ловите, сон во сне, и выдали другую информацию. Заложили, перезаписали. Но это все только путем тренировок достигается. Я привела пример со сном, потому что день-ночь, жизнь-смерть, и когда мы погружаемся, мы опять-таки переходим через это же зеркало. Это зеркало момента здесь и сейчас. Потому что вот в этой фазе момент здесь и сейчас проваливается. Его как бы нет, но он при этом есть. Вот, поэтому курс, практикум перезачатии будет. Кто кому это интересно, это затирание информации в инкарнационном цикле поломанной информации от родителей. Такое тоже есть для того, чтобы все-таки помочь вам выйти в абсолютную благодарность к папе и маме за то, что они дали вам физическое тело, которое может быть здоровым только при одном условии. Когда игра в болезнь, в игра с родителями завершена через благодарность, по-другому не будет. Ну и вот 18-21 апреля у нас есть курс «Эпи-перезаливка. Регресс миры». Вот, это наш курс «Зазеркалие». Он так и называется «Эпи-перезаливка. Регресс миры». Я все время говорю «Зазеркалие». И у меня в памяти «Зазеркалие», а у него, кажется, другое название. А мы давали всегда выжимки суть. «Эпи-перезаливка» у него название. Ну ладно, значит так. Вот это курс «Подготовительный». Вот это программа, которая позволит вам в дальнейшем подключиться к этим сложным программам в мае месяце. Курсы «Зазеркалие». Курсы «Эпи-перезаливка». Интересно? Подключайтесь. Ждем вас. Кому интересен инфодайинг? На самом деле сейчас очень интересная программа и очень большие возможности для того, чтобы проснуться. Для того, чтобы изменить свою жизнь и создать ее такой, какой вы ее хотите. Здоровый и счастливый. Пользуйтесь этими возможностями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!